В рамках программы разработки нового автомобиля этот человек проехал более миллиона километров. Но его босс говорит, что она все еще не готова. Это история инженерного крестового похода. Его цель создать автомобиль, который убедит самых богатых людей мира расстаться с миллионом евро. Для выполнения этой задачи одному из величайших автомобильных дизайнеров мира приходится работать на пределе возможностей. В здании, больше напоминающем мастерскую художника, чем завод, человек, вдохновляемый идеей Меллионардо да Винчи, способный размышлять лишь окруженный подходящими ароматами, преследует свою заветную мечту. Создать автомобиль, одновременно являющийся чудом инженерной мысли и произведением искусства. Авто-шедевр, рожденный в столь упорном поиске идеала, что существует опасность, что он никогда не будет закончен. Мегазаводы. Суперавтомобили. Пагани. Названная в честь бога ветра Пагани Уайра. Ее создатель уверен, в этой машине есть нечто такое, что люди согласятся заплатить за нее миллион евро. Но что это? Десять утра. Двери открываются, и тысячи журналистов и автолюбителей наводняет Женевский автосалон. Гвоздь программы – презентация нового автомобиля Горацио Пагани, его настоящий миллион долларов Уайры. Но не все так просто. Хотя машины похожи на законченный автомобиль, это не так. На самом деле, несмотря на годы разработок, до завершения еще далеко. Ожидать, что покупатели потратят миллион евро на машину, на которой они даже не могут проехаться, может показаться безумием. Но только не в мире Горацио Пагани. Потому что это человек, чей первый суперкар Зонда имел оглушительный успех и считается многими одним из величайших спорткаров всех времен. Так что для получения первых заказов достаточно одной репутации Пагани. Женевский автосалон приближается к концу, и команда волнует невозможное отсутствие заказов, а необходимость завершить работу над автомобилем, чтобы можно было начинать собирать машины и отправлять их клиентам. У себя дома в Италии Горацио Пагани занимался разработкой этой машины более восьми лет. Это не тот человек, которого можно торопить, когда он занят поисками совершенства. Добро пожаловать в дом Пагани. Горацио лично создал свой небольшой завод, или, как он предпочитает его называть, ателье. Сборочная мастерская, производство компонентов и студия дизайна расположены под одной крышей. Это не то место, где машины свинчиваются воедино роботами. Мастера Пагани собирают вручную инженерные произведения искусства. За последнее десятилетие они создали 150 уникальных Пагани-зонда. Но сейчас они ждут начала сборки Уайры, за которую они примутся, как только босс даст на это добро. Но этого не случится, пока не будет закончена работа этого человека. Он находится в 800 километрах от завода в Германии, и дел еще много. Прежде чем кому-либо из клиентов позволит сесть за руль Уайры, ее экстраординарная мощь и другие показатели должны быть приручены. За последние два года Дэвид Эйстей проехал на нескольких прототипах Уайры, расстояние равное 25 окружностям Земли. Я человек, проехавший миллион километров в машине, стоящей миллион евро. Следуйте за мной. Вот мой офис. Сегодня ровно шесть месяцев с момента демонстрации машины в Женеве. И Дэвид Эйстей впервые пробует важный новый элемент автомобиля. ЭКУ. Систему электронного контроля устойчивости от Бош. Это еще один шаг в создании автомобиля, защищенного от аварии. Это не просто антипробуксовочная и антиблокировочная система. Ее электроника способна помогать водителю и даже корректировать его действия, удерживая машину на трассе. Вот в этом крутом вираже я даю полный газ, а ЭКУ помогает мне выровнять машину, удерживает меня на дороге. Но заставить эту футуристическую систему работать на этой машине будет непростым делом. Ведь когда очень низкий общий вес соединяется с 730 лошадиными силами, даже опытный водитель, такой как Дэвид Эйстей, должен проявлять уважение. Эти чудовищные 700 лошадиных сил, 1000 ньютон-метров крутящего момента, это действительно круто. Для Дэвид Эйстей это захватывающее задание, но при этом и крайне ответственное. К октябрю отделу продаж удалось собрать 60 заказов на стоящую миллион долларов Уэру. На выполнение этих заказов уйдет несколько лет. Несмотря на то, что испытания еще не завершены, Горацио наконец соглашается начать производство. Для механиков внизу в сборочной мастерской начинается новая жизнь. Первая задача — разобраться во множестве новых деталей. Все эти компоненты были подготовлены человеком со склада. Это контрольный блок антиблокировочной системы. Моногайка крепления колеса. Рычаги подвески. Как вы видите, на всех деталях указанных номер и везде логотип Пагани. Все вплоть до шайб, произведения искусства. Сегодняшний день нелегко дается Дэйву Ламберту, собравшему в этой мастерской 90 зон. Для нас все непривычно. Много эмоций. Девять лет я собирал Пагани зонда. Теперь все новое. Как будто бы устроился на новую работу. Детали машины будут соединять 1200 титановых болтов. Их общая стоимость — 96 тысяч евро. Это дороже большинства целых автомобилей. Инструкции по тому, как лучше собирать вайру, нет. Поэтому Дэйву и его команде придется разбираться по ходу дела. Сначала нам нужно собрать переднюю и заднюю подвески. Эти две части шасси представляют собой легкие подрамники из очень прочной хромомолебденовой стали. Хромоли. Позднее они будут прикручены болтами к передней и задней части водительского отсека. Дальше. На эти подрамники будет установлена большая часть тяжелых механических компонентов, включая оборудование для системы ЭКУ от Бош. Но что ставить сначала? Подожди, сначала надо вот это. Вот мы только что разобрались, что лучше ставить антиблокировочную систему до установки рулевой рейки. Так намного проще. Пока Дэйв пытается со всем этим разобраться, Горацио находится неподалеку. Он внимательно следит за рождением его новейшего творения. В Горацио нам не нравится то, что как только мы собираемся на обед, он тут же приходит. Но Дэйву не стоит беспокоиться. Горацио не торопится. Потому что, хоть он и согласился начать сборку, сборки автомобиля для клиентов не будет. Пока характеристики машины не будут доведены до совершенства. Идея Горацио – автомобиль с раздвоением личности. Машина, способная дать водителю знаменитое острое ощущение и скорость плохиша зонды. Но при этом имеет и более нежную сторону. Машина для всех времен года, чтобы отвозить детей в школу. Или шиком прокатиться за город. С действия и дела вступает система курсовой устойчивости. Основа создания этого двухголового божества. Дэвиде должен настроить систему для двух совершенно разных режимов. Первый – спортивный режим. На прямых, влажных и сухих трассах Дэвиде не составляет никакого труда отправить машину в эффектный занос, не теряя при этом контроля над автомобилем. Просто мечта любого гонщика. Да? Никогда не знаешь, как это получится. Но стоит переключиться на нормальный режим, и система включает полный антипробуксовочный и антиблокировочный контроль. Как будто мозг Дэвиде встроили в автомобиль. Заставить машину выйти из-под контроля практически невозможно. Автомобиль очень хорошо слушает руля. Очень устойчив. Система ЭКУ действительно помогает. Прямо сейчас она слегка корректирует мои действия, удерживая машину на дороге. Новейший компонент ЭКУ – система динамической стабилизации. На вираже электроника индивидуально подтормаживает отдельные колеса, что позволяет совершать более крутые повороты. Система также автоматически включается, если датчики машины сообщают ей, что водитель теряет управление. Это не полная защита от аварий, но идея такова. Они проделали отличную работу, эти парни из Бош. Посмотрите, неплохо. Думаю, Михаэль неплохо потрудился. Всего за два часа Дэвиде сжег резины на 4200 евро. И, скорее всего, он сожжет еще много. Возможно, его устраивает система и в ее нынешнем состоянии, но по опыту он знает, что его босс вполне может заставить его еще раз обогнуть земный шар в продолжающемся поиске абсолютного идеала. Каждое утро работа на заводе Пагани начинается ровно в 7.30. Но Горацио не рискует опоздать, потому что его дом находится на территории завода. Он днем и ночью живет и дышит своей работой. Его невероятная страсть к автомобилям не дает Горацио почивать на лаврах. В 2003 году, несмотря на успешнейшие продажи зонды, он сообщил своей команде, что настало время погнаться за новой мечтой. Мечтой настолько амбициозной, что на кон будет поставлена как его репутация, так и будущая компания. Горацио занялся разработкой своей идеальной машины с уникальными инженерными решениями, невероятной мощью и скоростью, но при этом с более нежными, женственными чертами. Главное, чтобы Уайра, названная в честь двухголового бога ветра, поражала чувства и вызывала ярчайшие эмоции, достойные цены в миллион евро. Это наша миссия. Определить, что вызывает у клиента эмоции, способные заставить его потратить больше миллиона евро на то, что является всего лишь автомобилем. В то время как существует множество великолепных автомобилей, стоящих в 40 раз меньше Пагани. Для Горацио в основе создания эмоций лежит сочетание искусства и инженерии. Всю жизнь он восхищался творениями Леонардо да Винчи, которые привели его к этой философии. Я прочитал статью о Леонардо да Винчи и нашел там высказывание Леонардо о том, что искусство и наука могут идти вместе, рука об руку. Когда я это прочитал, передо мной будто распахнулось окно в новый мир, открылся путь, по которому я желал пойти. В своей студии Горацио засадил команду молодых дизайнеров за создание чертежей 4700 деталей уайры. Многие из них перерабатывались буквально десятки раз, пока результат не устраивал босса. Когда я начал работать в этой компании, Пагани передал мне фундаментальную концепцию работы компании, философию работы и творчества. Для него главное, чтобы объект был прекрасным и функциональным одновременно. Вдохновленный до Винчи, Горацио уверен, что каждые из 4700 деталей должны быть не только выполнены из лучших материалов и превосходно рассчитаны. Все, вплоть до последнего болта и кронштейна, должно представлять собой произведение искусства. Поэтому Дэвиде Питсо пришлось быстро учиться думать одновременно как инженер и художник, начиная с общей формы автомобиля, вдохновлением для которой стал прекрасный пример гармонии формы и функциональности. Крыло самолета. Он представил эллипс спереди и сзади, каким-то образом соединённое. Это должно было стать основой машины. На краях установлены колёсные арки. От этого простого эскиза начался долгий путь до готового чертежа. От компьютерных экранов к ряду масштабных моделей до полномасштабной деревянной уайры. Пагани попросил нас полностью очистить мастерскую. Мы вынесли наружу станки, убрали чертежи. Он установил модель на середину зала. Помню, что Пагани просидел много часов, рассматривая машину с разных точек. Ему нужно было оценить форму автомобиля со всех углов. Лишь на модели в масштабе один к одному можно полностью воспринять формы и линии. Например, вот эта линия, которую я рассматриваю уже давно, должна быть более ярко выражена. На каждом этапе Дэвидей и команда дизайнеров должны были представлять себе, как каждое небольшое изменение скажется на облике автомобиля и его физике, аэродинамики. Как виртуальная аэродинамическая труба эта программа моделирует поток воздуха и подсвечивает зоны, создающие сопротивление потоку и прижимную силу. Позднее результаты будут проверены в настоящей аэродинамической трубе. В скоростном автомобиле стремятся увеличить прижимную силу и снизить сопротивление. Для Горацио проблема заключается в том, что спорткары добиваются достаточной прижимной силы с помощью, как ему кажется, крайне компромиссного решения. Заднее антикрыло или спойлер. Даже зонда не исключение. На высоких скоростях огромное заднее антикрыло помогает автомобилю прилипать к дороге. Но в своем идеальном автомобиле Горацио желает видеть лишь совершенно плавные, непрерывные линии. Чтобы добиться этого, он рвет в клочья свод правил по аэродинамике спорткаров. Его решение, если оно будет успешным, окажется достойным до Винчи. Как и сам автомобиль, вдохновение подчеркнуто в крыле самолета. Горацио создал систему из четырех независимо работающих аэродинамических закрылков. И для их испытания нет места лучше, чем один из самых быстрых треков на планете. Четыре закрылка автоматически управляются бортовым компьютером автомобиля. Они обеспечивают лучшее сцепление от прижимной силы лишь тогда, когда это нужно. Можно добиться прижимной силы с помощью спойлеров и антикрыльев. Но проблема в том, что спойлеры и крылья всегда на автомобиле. Активная аэродинамика Горацио устраняет необходимость идти на компромисс. Когда уаэры мчатся по прямой, закрылки остаются сложными. Это снижает сопротивление и увеличивает разгон. А низкое сопротивление потоку воздуха позволяет развить максимальную скорость в 370 км в час. Но чтобы показать быстрое время круга здесь, на трассе Монца, не менее важно, насколько поздно можно нажать на тормоз, как быстро машина может затормозить. Как только нога Дэвиде нажимает на педаль тормоза, закрылки автоматически поднимаются. В точности, как закрылки на крыле самолета, они превращаются в аэродинамический тормоз, одновременно увеличивая прижимную силу, позволяя покрышкам сделать свое дело. Но по-настоящему система раскрывается на поворотах, полностью независимо используя 4 закрылка. При вхождении в поворот на большой скорости автомобиль стремится опрокинуться. Его вес устремляется к внешней стороне поворота, и колеса внутренней стороны теряют сцепление, что означает, что нужно сбросить скорость или машину занесет. Активная аэродинамика Горацио предоставляет уникальное решение этой проблемы. Когда у аэра на скорости входит в поворот, все 4 закрылка поднимаются, чтобы обеспечить большую прижимную силу для общего сцепления. Но внутренние закрылки поднимаются выше, противостоя стремлению автомобиля опрокинуться, что не только делает маневры безопаснее, но и намного быстрее. Если идея приживется, эта инновация может изменить облик всех спорткаров следующего поколения. Техническое решение намного лучше, чем задний спойлер, при этом еще и позволяющие машине иметь чистые непрерывные линии, которым так стремится Горацио. Это идеальный пример философии искусства и инженерии, который он придерживается с детства. Сын аргентинского пекаря, Горацио все детство мечтал о создании итальянских суперкаров. В 1984-м он устроился на работу в Ламборгини и переехал в Модену. Там он быстро стал специалистом по новому авиакосмическому чудо-материалу, который только начали использовать для спорткаров. Со временем я подружился с углеволокном, невероятно технологичным материалом. Вначале это казалось просто чем-то из космоса. Когда в 1991 году Пагани открыл собственный завод, это была фирма по изготовлению композитов, разрабатывавшая и производившая детали для автомобилестроения. Композитные материалы отличаются непревзойденной удельной прочностью и универсальной применимостью для изготовления любых невероятных объектов. Поэтому сохранение позиций мирового эксперта по этим материалам жизненно необходимы для миссии Горацио по созданию идеального автомобиля. Сегодня ответственность за сохранение передовых позиций отдела композитных материалов Горацио лежит на одном из самых преданных его молодых протеже. Мне нравится работать с композитами, потому что это прекрасный материал. Задача Роберто сделать композитные компоненты Уайры лучшими в мире, начиная с уникальной мягкой углеволоконной ткани, производимой только для Пагани. Углеродное волокно из Японии соткано в Германии, затем пропитано смолой в Италии. Лишь Пагани знает всю рецептуру. Результат уникальное углеволокно наша ткань. В мастерской, напоминающей ателье с лондонского Севил Роу, процесс укладки ткани в формы, производимой Роберто, выглядит простым делом. Но для получения конечного результата важно внимание к деталям. Затем компонент упаковывается под вакуумом для последующего запекания. Мы находимся у моего старинного друга Автоклава. Без этой машины мы не смогли бы создать наш прекрасный автомобиль. Как опытный повар, Роберто знает точное время, давление и температуру, необходимые для отверждения каждой детали. После двух часов при температуре 135 градусов Цельсия эта идеально пропеклась. Роберто инспектирует каждую деталь, вынутую из печи, лишь пройдя его приемку, она отправляется в самое ужасное место завода, участок обрезки. Здесь, Олесио, требуется полная защита и дыхательный аппарат, чтобы защитить легкие от потенциально смертельно опасной углеродной пыли. Перед окраской композитные материалы собираются в скелет Уайры одного из первых заказчиков. Это стандартная процедура, необходимая, чтобы убедиться, что все детали подходят друг к другу, но тут возникла проблема. Здесь приносит свои плоды тщательная забота Роберто, потому что все швы углеродного блокна должны идеально стыковаться. Если это не происходит, деталь отбраковывается. Качество настолько высоко, что многие клиенты предпочитают, чтобы у готовой машины остались большие пространства неокрашенного углепластика. И, конечно, Горацио утвердил каждый из этих компонентов как идеальный образец искусства и инженерии, обладающий необходимой прочностью, весом и внешним видом. Это деталь, поддерживающая сидение. Погане она очень нравится. Потому что однажды клиент может уронить монетку, а когда заглянет под сидение, он увидит там эту красивую деталь. Такой подход убежденного перфекциониста Горацио можно понять. Но для создания автомобиля ему придется полагаться на десятки сторонних поставщиков, которым предстоит произвести оставшиеся 95% деталей. Ему не удастся их контролировать в той же мере. Или же удастся. На другом конце Модены находится завод по обработке алюминия. Десять лет назад эта компания решила попробовать себя в проектах Погани. Они представить себе не могли во что втягивают себя и как это изменит их жизни. По крайней мере для этого человека. Добро пожаловать на завод Аспа. Это наш старый завод где мы выпускаем детали для самолетов кораблей и другие. Завод эффективен и функционален. Но кроме того грязен шумен и пахуч. Он не очень соответствует привычкам Погани. Но этот соответствует. фабрики. наш новый отдел. Чтобы убедить Горацио, что они подходящие компании для производства его алюминиевых деталей, ВАСПа параллельно с основным заводом открыли отдельное производство, заполненное современнейшим оборудованием. Свет, порядок и кондиционирование воздуха, обеспечивающие стерильную чистоту. Здесь чаще, чем на старой фабрике, чтобы выпускать то, что нужно нашим клиентам и особенно Погани. Сотрудничая с Горацио, Маурицию необходимо включиться в его поиски совершенства. Когда Погани что-то создает, ВАСПа должны понять, как сделать это из куска алюминия. Звучит просто? Не с Погани. В начале разработки Уайры эта ступица из двух элементов стала плодом их совместной страстной работы. Когда после года расчетов работы был создан первый вариант деталей, у Погани были насчет него сомнения. Меня он не убедил. Там было столько болтов, так много деталей, которые могли сломаться. И для меня он не был идеальным со степической точки зрения. И две компании взялись за разработку совершенно новой ступицы из одного элемента. Сейчас этот результат кажется простым, но потребовались серьезные исследования и почти год работы. Сделать это было непросто добиться такого результата. Возможно, это было непросто, но конечный результат хитроумно объединяет две бывшие детали в одной, экономит вес и дешевле в производстве. А для Горацио, по крайней мере, он достоин включения в галерее. Представив подобный подход к 260 различным компонентам, вас попоняли, с чем им придется иметь дело. Горацио превратил Аспа в своих соавторов, а не в поставщиков, и он сделал их лучше. Производство, которое они создали для Пагани, привлекло свыше 15 новых клиентов. Бизнес процветает. Для Горацио этот жесткий, бескомпромиссный подход является непременным для достижения идеального автомобиля. Таким образом, он потратил годы на создание международной сети проверенных и надежных соавторов, сотрудничающих с Пагани в деле разработки покрышек, двигателя, трансмиссий, в общей сложности 95% компонентов автомобиля. Для создания кожаного салона он выбрал небольшую компанию неподалеку от Турина, которая, как он полагал, готова к нестандартным решениям. Салт ручной кожевины производства. Здесь уже несколько десятилетий занимаются производством роскошных интерьеров для автомобилей, частных самолетов и вертолетов. Горацио нашел родственную душу. Для нас работа с Пагани очень важна, потому что это, кроме всего прочего, настоящее испытание. Добиться того, что он хочет, сложно, потому что он своеобразная личность, стремящаяся на самую вершину. Так что права на ошибку у нас нет. Кожаные салоны будут ключевой частью удара Горацио по чувствам клиентов. Внешний вид, восприятие на ощупь, даже запах. С первого дня он решил выбить Сильвио из привычной среды. Перед его приходом я распылил в офисе аромат свежескошенной травы. Это было средством поднять тон нашей беседы, а также наши души на более высокий уровень. на этом более высоком уровне возможно гость легче бы принял невозможное задание, которое задумал Горацио очень женственное задание. Когда я сказал ему, что мы хотим сделать, я показал ему дамскую сумочку. это мало вписывалось в требования по ежедневному использованию автомобиля, где крайне важна прочность материала. Они рвали на себе волосы, сказали, что это невозможно, что невозможно получить подобную ткань для применения в автомобиле. Прошло больше года, прежде чем САЛП нашли решение. Сотни испытаний на кожевре позволили добиться материала с мягкостью дамской сумочки, но достаточно прочного, чтобы удовлетворить Сильвию. На первом этаже кожаные детали объединяются с композитными компонентами, которые присылаются сюда из модены. Углепластиковые сидения, боковые приборные панели. Наносится пенопластовая подкладка, которой придается нужная форма. Затем сшитая на заказ кожаная обивка аккуратно разглаживается по месту, как будто она возвращается обратно на животное, с которого ее сняли. Она сажается на специальный клей, позволяющий расправить приклеенное. Когда кожа займет нужное место, клей высушивается феном. Думаю, после всей проделанной работы мы смогли достичь требуемого уровня качества. Мы удовлетворены своей продукцией, и я уверен, погани тоже. на самом деле Горацио очень доволен работой своих соавторов. Он выставляет их детали как трофеи в своей художественной галерее запчастей на заводе. Возможно, Горацио относится к ним как к своей коллекции предметов искусства, но Дэйву Ламберту не терпится достать их из шкафа и установить на автомобиль, который он собирает. Эти детали подвески первые из устанавливаемых алюминиевых частей. Гоночная рычажная подвеска, позволяющая сэкономить вес и обладающая высокими характеристиками и эстетическими качествами. Эта подвеска была разработана для Зонда R, гоночной версии. Это почти точная копия подвески Пагани Зонда R. Все механические детали на месте. Теперь подрамники шасси можно прикрепить к так называемой ванне, водительского отсека, являющейся ключевым компонентом системы безопасности скоростного автомобиля. Эта ванна представляет собой защитный монокок для пассажиров. Она выполнена из самых прочных композитных материалов, использованных в машине и армирована титановыми нитями. Но и передние и задние подрамники крепятся всего 8-ю титановыми болтами. Вот один из болтов крепления шасси. В случае необходимости эти болты должны сломаться. Хромомолибденовые подрамники рассчитаны таким образом, что при лобовом столкновении они сминаются, поглощая энергию удара, как у большинства автомобилей. Но Горацио знает, что обеспечить безопасность при боковом столкновении намного сложнее. Поэтому при боковом столкновении на большой скорости эти титановые болты сломаются, и задняя часть шасси оторвется от автомобиля, рассеивая таким образом огромный объем энергии. Благодаря этому у пассажиров намного больше шансов выжить в коконе углеродно-титанового монокока. Новый день приносит сборочной бригаде новую игрушку. Новенький, блестящий 6-литровый двигатель Mercedes AMG V12 мощностью 730 лошадиных сил. Но она достигается с помощью устройства неожиданного для большинства фанатов по Гане двойных турбокомпрессоров. Двигатель с турбокомпрессором самый эффективный способ добиться мощи, который Горацио хочет для Уэйры. Он также позволит машине уложиться в стандарты на содержание отработанных газов в выхлопе, чтобы машину можно было продать в любую страну мира. Но у турбированных двигателей есть серьезные недостатки. Вагане сделал себе имя с зондой, оснащенной атмосферным двигателем с прекрасной приемистостью и мощным рыком. Эти качества редко связывают с турбированным двигателем. Поэтому ДВД-тесте провел много километров из своего миллиона в тесном сотрудничестве с АМГ. Для адаптирования их двигателя к легкой вайре. Улучшение в системе охлаждения, системе управления двигателем в самих турбокомпрессорах. Результатом стала машина с огромной, но чуткой и управляемой мощью. Нам удалось добиться прекрасного компромиссного решения. Я бы сказал оптимального результата. Потому что этот двигатель с тысячью ньютон-метров крутящего момента управляем, легок в вождении это отличный мотор. Но осталась одна очень серьезная проблема. Турбированные двигатели известны своим слабым, лаксивом звучанием. Они не то, что нужно преемнику громоподобной зонды. не то, чтобы разрешить последнюю проблему в создании идеального автомобиля, Горацио отправился на поиски особого мастера. Настоящего скульптора по звуку. Эксперта в тайном искусстве моделирования выхлопных труб. Он приехал к нам, позвонил в дверь и сказал «Здравствуйте, я Горацио Пагани». Мы встретились здесь, это было приятное знакомство. С самого начала все пошло как надо. Ему не меньше, чем мне нравится технология, особенно самая красивая в технологии. Поэтому Мартин и его завод согласились взяться за решение сложнейшей проблемы. Заставить хорошо звучать турбированный двигатель. Турбокомпрессор очень эффективный способ повысить мощность двигателя. Для этого он использует крыльчатку, вращаемую горячими выхлопными газами. Она вращает другую крыльчатку компрессора, которая подает больше кислорода в цилиндры, что приводит к повышению мощности. Проблема в том, что компрессор нарушает поток выхлопных газов, разбивая рокот V-образного 12-цилиндрового мотора. Все равно, как зажать нос, это не позволяет звуку распространяться так же, как в атмосферном двигателе. Специализация Мартина Хегеля заставляет двигатели звучать красиво. Но чтобы добиться этого на турбированной уайве, ему понадобится нечто особенное. К счастью, у него есть план. Все, что вы здесь видите, детали настроены в точном соответствии с акустикой двигателя. Это основа звука. Это как настройка инструмента. Например, трубы. Его созданные вручную выхлопные трубы разительно отличаются от стальных труб обычного семейного седана. Они сделаны из сверхлегкого титана и жаропрочного космического сплава Инконель-6. Зачастую эти элементы имеют сложные формы. Поэтому для изготовления Мартину требуется хитроумный процесс гидравлическая вытяжка. Глушитель делается следующим образом. Сначала прямая труба наполняется водой, затем укладывается в форму внутри гидравлического пресса, затем давление воды внутри поднимается до полутора тысяч атмосфер, что придает детали из титана миллиметровой толщины нужную форму. Это очень натуральная форма и очень стабильная. Если взять в руки, почувствуете, что деталь не тяжелее пластика. Этот элемент уже прекрасен, но у Мартина в запасе есть еще один трюк, как еще улучшить этот глушитель. Для него нужна пыльная старая печи и никаких химикатов или присадок. Только тепло и точная выдержка времени. Это похоже на волшебство, но это естественный процесс. Мартин считает, что в общей сложности 14 элементов трубы будет достаточно для создания мощной турбомузыки. Сначала он разделяет нарушенный выхлопной поток от каждого компрессора на две отдельные трубы, затем смягчает звук, который потом проходит через глушители. На самом это не глушители, а наоборот пустые эхо-камеры, усиливающие звук. Внутри Мартин оставил небольшой промежуток, вроде отверстия во флейте, через которое проходит плавный поток воздуха и возникает рев мотора. Как всегда, первым, кто узнает, добилась ли эта хитроумная система успеха, является ДВД-тестик. Когда впервые садишься за руль вайры, создается впечатление чего-то по-настоящему массивного за спиной. Громкий рев турбин, если закрыть глаза, можно представить, что находишься в готовом ко взлёту самолёте. Мартин подарил вдохновлённой самолётами машине Горацио рев реактивного двигателя. Выхлопная система готова, и теперь у Дэйва и его команды есть все компоненты, необходимые для сборки первых машин для заказчиков. На выходе каждого турбокомпрессора устанавливается каталитический конвертер, а затем и остальные элементы выхлопа. От шасси к скелету автомобиля пропускается проводка, нервная система машины. Теперь можно начать работу над салоном. полированные углепластиковые панели и мягкая туринская кожа в точности по заказу клиента. Наконец устанавливаются внешние композитные детали Роберто капот, двери, боковые панели. И после трех недель сборки машина готова. Что означает, что настало Дэвиде время совершить один последний заезд, чтобы выяснить, выполнена ли сложнейшая работа, потребовавшей от него 25 раз обогнуть земный шар. с мощностью турбированного двигателя и травмным выхлопом, уникальной аэродинамикой, идеально настроенной электроникой и комплектом лучших покрышек от Пирелли машина холодит кровь ревом взлетающего реактивного самолета. Можно выдохнуть и сказать, что мы все очень счастливы. Я уверен, что Уайра достойный преемник зонды. Человек, проехавший миллион километров, считает, что его работа сделана. Но согласен ли с этим его босс? Устраивают ли его наконец эти линии, которые он оттачивал столько лет? Потребовалось много времени, много лет разработки материалов, позволивших нам добиться этого уровня совершенства, этих деталей, этого внешнего облика. Идеально ли каждая малейшая деталь? Особые кожаные сумки? Воздухозаборники напоминающие сверхзвуковой истребитель. Зеркала, вдохновленные формой женских глаз. Углеволокно, как строгий английский костюм. А внутри кожа, мягкая на ощупь, как данская сумочка. Особый алюминиевый рычаг переключения передач. кнопки панели, напоминающие клавиатуру кларнета. И приборы, созданные в швейцарской часовой мастерской. Все сделано и обработано вручную. Потому что прикосновение руки художника повышает ценность, которую не может дать машина, пусть и самая точная. После восьми лет разработки, более миллиона километров испытаний, бесконечных идей и их переработок, сотрудничество переросшего в соавторство, все пришло к этому. Настал момент, когда Горацио-Пагане должен решить, закончен ли его шедевр и готов ли он поделиться своим творением с миром. Получит ли 60 покупателей свои автомобили? Или погоня за идеалом эта дорога, у которой нет конца? Спустя 11 месяцев после Женевского автосалона Горацио решил, что Уайра готова и первый заказ был доставлен покупателям. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Радик Мухамедзинов. Прошло больше года, прежде чем в САЛК нашли решение. Сотни испытаний на кожевле позволили добиться материала с мягкостью дамской сумочки, но достаточно прочного, чтобы удовлетворить Сильвию. На первом этаже кожаные детали объединяются с композитными компонентами, которые присылаются сюда из модены. Углепластиковые сидения, боковые приборные панели. Наносится пенопластовая подкладка, которой придается нужная форма, затем сшитая на заказ кожаная объявка аккуратно разглаживается по месту. Как будто она возвращается обратно на животное, с которого ее сняли. Она сажается на специальный клей, позволяющий расправить приклеенное. Когда кожа займет нужное место, клей высушивается феном. Думаю, феном. Думаю, после всей проделанной работы мы смогли достичь требуемого уровня качества. Мы удовлетворены своей продукцией и, я уверен, погани тоже. На самом деле, Горацио очень доволен работой своих соавторов. Он выставляет их детали как трофеи в своей художественной галерее запчастей на заводе. Возможно, Горацио относится к ним как к своей коллекции предметов искусства, но Дэйву Ламберту не терпится достать их из шкафа и установить на автомобиль, который он собирает. Эти детали подвески первые из устанавливаемых алюминиевых частей. Гоночная рычажная подвеска, позволяющая сэкономить вес и обладающая высокими характеристиками и эстетическими качествами. Эта подвеска была разработана для Зонда R, гоночной версии. Это почти точная копия подвески Пагани и Зонда R. Все механические детали на месте. Теперь подрамники шасси можно прикрепить к так называемой ванне водительского отсека, являющейся ключевым компонентом системы безопасности скоростного автомобиля. Эта ванна представляет собой защитный монокок для пассажиров. Она выполнена из самых прочных композитных материалов, использованных в машине и армирована титановыми нитями. Но и передние и задние подрамники крепятся всего восемью титановыми болтами. Вот один из болтов крепления шасси. В случае необходимости эти болты должны сломаться. Хромомолибденовые подрамники рассчитаны таким образом, что при лобовом столкновении они сминаются, поглощая энергию удара, как у большинства автомобилей. Но Горацио знает, что обеспечит безопасность при боковом столкновении намного сложнее. Поэтому при боковом столкновении на большой скорости эти титановые болты сломаются и задняя часть шасси оторвется от автомобиля, рассеивая таким образом огромный объем энергии. Благодаря этому у пассажиров намного больше шансов выжить в коконе углеродно-титанового монокока. Новый день приносит сборочной бригаде новую игрушку. Новенький блестящий 6-литровый двигатель Mercedes AMG V12 мощностью 730 лошадиных сил. Но она достигается с помощью устройства неожиданного для большинства фанатов погани двойных турбокомпрессоров. Двигатель с турбокомпрессором самый эффективный способ добиться мощи, который Горацио хочет для Уэйры. Он также позволит машине уложиться в стандарты на содержание отработанных газов выхлопе, чтобы машину можно было продать в любую страну мира. Но у турбированных двигателей есть серьезные недостатки. Пагани сделал себе имя с зондой, оснащенной атмосферным двигателем с прекрасной приемистостью и мощным рыком. Эти качества редко связывают с турбированным двигателем. Поэтому ДВД-тесте провел много километров из своего миллиона в тесном сотрудничестве с АМГ для адаптирования их двигателя к легкой уайре. Улучшение в системе охлаждения, системе управления двигателем в самих турбокомпрессорах. Результатом стала машина с огромной, но чуткой и управляемой мощью. Нам удалось добиться прекрасного компромиссного решения. Я бы сказал оптимального результата. Потому что этот двигатель с тысячью ньютон-метров крутящего момента управляем, легок в вождении, это отличный мотор. Но осталась одна очень серьезная проблема. Турбированные двигатели известны своим слабым, лаксивом звучанием. Они не то, что нужно преемнику громоподобной зонды. Но чтобы разрешить последнюю проблему в создании идеального автомобиля, Горацио отправился на поиски особого мастера. Настоящего скульптора по звуку. Эксперта в тайном искусстве моделирования выхлопных труб. Он приехал к нам, позвонил в дверь и сказал «Здравствуйте, я Горацио Пагани». Мы встретились здесь, это было приятное знакомство. С самого начала все пошло как надо. Ему не меньше, чем мне нравится технология, особенно самая красивая в технологии. Поэтому Мартин и его завод согласились взяться за решение сложнейшей проблемы. Заставить хорошо звучать турбированный двигатель. Турбокомпрессор очень эффективный способ повысить мощность двигателя. Для этого он использует крыльчатку, вращаемую горячими выхлопными газами. Она вращает другую крыльчатку компрессора, которая подает больше кислорода в цилиндры, что приводит к повышению мощности. Проблема в том, что компрессор нарушает поток выхлопных газов, разбивая рокот V-образного 12-цилиндрового мотора. Все равно, как зажать нос. Это не позволяет звуку распространяться так же, как в атмосферном двигателе. Специализация Мартина Хегеля заставляет двигатели звучать красиво. Но чтобы добиться этого на турбированной уайве, ему понадобится нечто особенное. К счастью, у него есть план. Все, что вы здесь видите, детали настроены в точном соответствии с акустикой двигателя. Это основа звука. Это как настройка инструмента. Например, трубы. Его созданные вручную выхлопные трубы разительно отличаются от стальных труб обычного семейного седана. Они сделаны из сверхлегкого титана и жаропрочного космического сплава Incanel-6. Зачастую эти элементы имеют сложные формы. Поэтому для изготовления Мартину требуется хитроумный процесс – гидравлическая вытяжка. Глушитель делается следующим образом. Сначала прямая труба наполняется водой, затем укладывается в форму внутри гидравлического пресса, затем давление воды внутри поднимается до полутора тысяч атмосфер, что придает детали из титана миллиметровой толщины нужную форму. Это очень натуральная форма и очень стабильная. Если взять в руки, почувствуйте, что деталь не тяжелее пластика. Вставляют собой легкие подрамники из очень прочной хромомолебденовой стали – хромоли. позднее они будут прикручены болтами к передней и задней части водительского отсека. Дальше на эти подрамники будет установлена большая часть тяжелых механических компонентов, включая оборудование для системы ЭКУ от Бош. Но что ставить сначала? Подожди, сначала надо вот это. Вот мы только что разобрались, что лучше ставить антиблокировочную систему до установки рулевой рейки. Так намного проще. Пока Дэйв пытается со всем этим разобраться, Горацио находится неподалеку. Он внимательно следит за рождением его новейшего творения. В Горацио нам не нравится то, что как только мы собираемся на обед, он тут же приходит. Но Дэйву не стоит беспокоиться. Горацио не торопится. Потому что хоть он и согласился начать сборку, сборки автомобиля для клиентов не будет. Пока характеристики машины не будут доведены до совершенства. Идея Горацио автомобиль с раздвоением личности. Машина, способная дать водителю знаменитое острое ощущение и скорость плохиша зонды. Но при этом имеет и более нежную сторону. Машина для всех времен года, чтобы отвозить детей в школу или шиком прокатиться за город. Здесь то и дело вступает система курсовой устойчивости. Основа создания этого двухголового божества. Дэвиде должен настроить систему для двух совершенно разных режимов. Первый спортивный режим. на прямых влажных и сухих трассах Дэвиде не составляет никакого труда отправить машину в эффектный занос, не теряя при этом контроля над автомобилем. Просто мечта любого гонщика. Да? Никогда не знаешь как это получится. Но стоит переключиться на нормальный режим и система включает полный антипробуксовочный и антиблокировочный контроль. Как будто Моск Дэвиде встроили в автомобиль. Заставить машину выйти из-под контроля практически невозможно. Автомобиль очень хорошо слушает руля. Очень устойчив. Система ЭКУ действительно помогает. Прямо сейчас она слегка корректирует мои действия, удерживая машину на дороге. Новейший компонент ЭКУ система динамической стабилизации. На вираже электроника индивидуально подтормаживает отдельные колеса, что позволяет совершать более крутые повороты. Система также автоматически включается, если датчики машины сообщают ей, что водитель теряет управление. Это не полная защита от аварий, но идея такова. Они проделали отличную работу, эти парни из Бош. Посмотрите, неплохо. Думаю, Михаэль неплохо потрудился. Всего за два часа Дэвиде сжег резины на 4200 евро. И, скорее всего, он сожжет еще много. Возможно, его устраивает система и в ее нынешнем состоянии, но по опыту он знает, что его босс вполне может заставить его еще раз обогнуть земный шар в продолжающемся поиске абсолютного идеала. Каждое утро работа на заводе Пагани начинается ровно в 7.30. Но Горацио не рискует опоздать, потому что его дом находится на территории завода. Он днем и ночью живет и дышит своей работой. Его невероятная страсть к автомобилям не дает Горацио почивать на лаврах. В 2003 году, несмотря на успешнейшие продажи зонды, он сообщил своей команде, что настало время погнаться за новой мечтой. Мечтой настолько амбициозной, что на кон будет поставлена как его репутация, так и будущая компания. Горацио занялся разработкой своей идеальной машины с уникальными инженерными решениями, невероятной мощью и скоростью, но при этом с более нежными женственными чертами. Главное, чтобы уайра, названная в честь двухголового бога ветра, поражала чувства и вызывала ярчайшие эмоции, достойные цены в миллион евро. Это наша миссия определить, что вызывает у клиента эмоции, способные заставить его потратить больше миллиона евро на то, что является всего лишь автомобилем. В то время существует множество великолепных автомобилей, стоящих в 40 раз меньше погани. Для Горацио в основе создания эмоций лежит сочетание искусства и инженерии. Всю жизнь он восхищался творениями Леонардо да Винчи, которые привели его к этой философии. Я прочитал статью о Леонардо да Винчи и нашел там высказывание Леонардо о том, что искусство и наука могут идти вместе, рука об руку. Когда я это прочитал, передо мной будто распахнулось окно в новый мир, открылся путь, по которому я желал пойти. В своей студии Горацио засадил команду молодых дизайнеров за создание чертежей 4700 деталей Уайры. Многие из них перерабатывались буквально десятки раз, пока результат не устраивал босса. Когда я начал работать в этой компании, Пагани передал мне фундаментальную концепцию работы компании, философию работы и творчества, философию работы и творчества, для него главное, чтобы объект был прекрасным и функциональным одновременно. Вдохновленный до Винчи, Горацио уверен, что каждые из 4700 деталей должны быть не только выполнены из лучших материалов и превосходно рассчитаны. все вплоть до последнего болта и кронштейна должно представлять собой произведение искусства. Поэтому Дэвиде Пиццо пришлось быстро учиться думать одновременно как инженер и художник, начиная с общей формы автомобиля, вдохновлением для которой стал прекрасный пример гармонии формы и функциональности. Крыло самолета Он представил эллипс спереди и сзади каким-то образом соединенные. В рамках программы разработки нового автомобиля этот человек проехал более миллиона километров. Но его босс говорит что она все еще не готова. Это история инженерного крестового похода. Его цель создать автомобиль который убедит самых богатых людей мира расстаться с миллионом евро. Для выполнения этой задачи одному из величайших автомобильных дизайнеров мира приходится работать на пределе возможностей. В здании больше напоминающем мастерскую художника чем завод. Человек вдохновляемый идеями Леонардо да Винчи способный размышлять лишь окруженный подходящими ароматами преследует свою заветную мечту создать автомобиль одновременно являющийся чудом инженерной мысли и произведением искусства. Автошедевр рожденный в столь упорном поиске идеала что существует опасность что он никогда не будет закончен. мегазаводы суперавтомобили Пагани названная в честь бога ветра Пагани Уайра ее создатель уверен в этой машине есть нечто такое что люди согласятся заплатить за нее миллион евро но что это 10 утра двери открываются и тысячи журналистов и автолюбителей наводняет Женевский автосалон гвоздь программы презентация нового автомобиля Горацио Пагани его настоящий миллион долларов Уайры но не все так просто хотя машины похожи на законченный автомобиль это не так на самом деле несмотря на годы разработок до завершения еще далеко ожидать что покупатели потратят миллион евро на машину на которой они даже не могут проехаться может показаться безумием но только не в мире Горацио Пагани потому что это человек чей первый суперкар Зонда имел оглушительный успех и считается многими одним из величайших спорткаров всех времен так что для получения первых заказов достаточно одной репутации Пагани Женевский автосалон приближается к концу и команда волнует невозможное отсутствие заказов а необходимость завершить работу над автомобилем чтобы можно было начинать собирать машины и отправлять их клиентам у себя дома в Италии Горацио Пагани занимался разработкой этой машины более 8 лет это не тот человек которого можно торопить когда он занят поисками совершенства добро пожаловать в дом Пагани Горацио лично создал свой небольшой завод или как он предпочитает его называть ателье сборочная мастерская производство компонентов и студия дизайна расположены под одной крышей это не то место где машины свинчиваются воедино роботами мастера Пагани собирают вручную инженерные произведения искусства за последнее десятилетие они создали 150 уникальных Пагани зонда но сейчас они ждут начала сборки Уайры за которую они примутся как только босс даст на это добро но этого не случится пока не будет закончена работа этого человека он находится в 800 километрах от завода в Германии и дел еще много прежде чем кому-либо из клиентов позволит сесть за руль Уайры ее экстраординарная мощь и другие показатели должны быть приручены за последние два года Дэви Дэй Тести проехал на нескольких прототипах Уайры расстояние равное 25 окружностям земли я человек проехавший миллион километров в машине стоящей миллион евро следуйте за мной вот мой офис сегодня ровно шесть месяцев с момента демонстрации машины в Женеве и Дэви Дэй впервые пробует важный новый элемент автомобиля ЭКУ систему электронного контроля устойчивости от Бош это еще один шаг создания автомобиля защищенного от аварии это не просто антипробуксовочная и антиблокировочная система ее электроника способна помогать водителю и даже корректировать его действия удерживая машину на трассе вот в этом крутом вираже я даю полный газ а ЭКУ помогает мне выровнять машину удерживает меня на дороге но заставить эту футуристическую систему работать на этой машине будет непростым делом ведь когда очень низкий общий вес соединяется с 730 лошадиными силами даже опытный водитель такой как Дэвиде должен проявлять уважение эти чудовищные 700 лошадиных сил тысяча ньютон метров крутящего момента это действительно круто для Дэвиде это захватывающее задание но при этом и крайне ответственное к октябрю отделу продаж удалось собрать 60 заказов на стоящую миллион долларов Уэру на выполнение этих заказов уйдет несколько лет несмотря на то что испытания еще не завершены Горацио наконец соглашается начать производство для механиков внизу в сборочной мастерской начинается новая жизнь первая задача разобраться во множестве новых деталей все эти компоненты были подготовлены человеком со склада это контрольный блок антиблокировочной системы моногайка крепления колеса рычаги подвески как вы видите на всех деталях указанных номер и везде логотип Пагани все вплоть до шайб произведения искусства сегодняшний день нелегко дается Дэйву Ламберту собравшему в этой мастерской 90 зонд для нас все непривычно много эмоций 9 лет я собирал Пагани зонда теперь все новое как будто бы устроился на новую работу детали машины будут соединять 1200 титановых болтов их общая стоимость 96 тысяч евро это дороже большинства целых автомобилей инструкции по тому как лучше собирать вайру нет поэтому Дэйву и его команде придется разбираться по ходу дела сначала нам нужно собрать переднюю и заднюю подвески эти две части шасси представлены затем компонент упаковывается под вакуумом для последующего запекания мы находимся у моего старинного друга автоклава без этой машины мы не смогли бы создать наш прекрасный автомобиль как опытный повар Роберто знает точное время давление и температуру необходимые для отверждения каждой детали после двух часов при температуре 135 градусов Цельсия это идеально пропеклась Роберто инспектирует каждую деталь вынутую из печи лишь пройдя его приемку она отправляется в самое ужасное место завода участок обрезки здесь Олесио требуется полная защита и дыхательный аппарат чтобы защитить легкие от потенциально смертельно опасной углеродной пыли перед окраской композитные материалы собираются в скелет уайры одного из первых заказчиков это стандартная процедура необходимая чтобы убедиться что все детали подходят друг другу но тут возникла проблема здесь приносит свои плоды тщательная забота Роберто потому что все швы углеродного волокна должны идеально стыковаться если это не происходит деталь отбраковывается качество настолько высоко что многие клиенты предпочитают чтобы у готовой машины остались большие пространства неокрашенного углепластика и конечно Горацио утвердил каждый из этих компонентов как идеальный образец искусства и инженерии обладающий необходимой прочностью весом и внешним видом это деталь поддерживающая сидение погане она очень нравится потому что однажды клиент может уронить монетку а когда заглянет под сидение он увидит там эту красивую деталь такой подход убежден у перфекциониста Горацио можно понять но для создания автомобиля ему придется полагаться на десятки сторонних поставщиков которым предстоит произвести оставшиеся 95% деталей ему не удастся их контролировать в той же мере или же удастся на другом конце модены находится завод по обработке алюминия 10 лет назад эта компания решила попробовать себя в проектах поганий они представить себе не могли во что втягивают себя и как это изменит их жизни по крайней мере для этого человека добро пожаловать на завод Аспа это наш старый завод где мы выпускаем детали для самолетов кораблей и другие завод эффективен и функционален но кроме того грязен шумен и пахуч он не очень соответствует привычкам погани но этот соответствует это наш новый отдел чтобы убедить Горацио что они подходящие компании для производства его алюминиевых деталей ВАСПа параллельно с основным заводом открыли отдельное производство заполненное современнейшим оборудованием свет порядок и кондиционирование воздуха обеспечивающие стерильную чистоту здесь чаще чем на старой фабрике чтобы выпускать то что нужно нашим клиентам и особенно Пагани сотрудничая с Горацио Маурицию необходимо включиться в его поиски совершенства когда Пагани что-то создает ВАСПа должны понять как сделать это из куска алюминия звучит просто? не с Пагани в начале разработки Уайры эта ступица из двух элементов стала плодом их совместной страстной работы когда после года расчетов работы был создан первый вариант деталей у Пагани были насчет него сомнения меня он не убедил там было столько болтов так много деталей которые могли сломаться и для меня он не был идеальным со степической точки зрения и две компании взялись за разработку совершенно новой ступицы из одного элемента сейчас этот результат кажется простым но потребовали серьезные исследования и почти год работы сделать это было непросто добиться такого результата возможно это было непросто но конечный результат хитроумно объединяет две бывшие детали в одной экономит вес и дешевле в производстве а для Горацио по крайней мере он достоин включения в галерее представив подобный подход к 260 различным компонентам вас попоняли с чем им придется иметь дело Горацио превратил Аспа в своих соавторов а не в поставщиков и он сделал их лучше производство которое они создали для Пагани привлекло свыше 15 новых клиентов бизнес процветает для Горацио этот жесткий бескомпромиссный подход является непременным для достижения идеального автомобиля таким образом он потратил годы на создание международной сети проверенных и надежных соавторов сотрудничающих с Пагани в деле разработки покрышек двигателя трансмиссий в общей сложности 95% компонентов автомобиля для создания кожаного салона он выбрал небольшую компанию неподалеку от Турина которая как он полагал готова к нестандартным решениям САУТ ручное кожевинное производство здесь уже несколько десятилетий занимается производством роскошных интерьеров для автомобилей частных самолетов и вертолетов Горацио нашел родственную душу для нас работа с Пагани очень важна потому что это кроме всего прочего настоящее испытание добиться того что он хочет сложно потому что он своеобразная личность стремящаяся на самую вершину так что права на ошибку у нас нет кожаные салоны будут ключевой частью удара Горацио по чувствам клиентов внешний вид восприятие на ощупь даже запах с первого дня он решил выбить Сильвио из привычной среды перед его приходом я распылил в офисе аромат свежескошной травы это было средством поднять тон нашей беседы а также наши души на более высокий уровень на этом более высоком уровне возможно гость легче бы принял невозможное задание которое задумал Горацио очень женственное задание когда я сказал ему что мы хотим сделать я показал ему дамскую сумочку это мало вписывалось в требования по ежедневному использованию автомобиля где крайне важна прочность материала они рвали на себе волосы сказали что это невозможно что невозможно получить подобную ткань для применения в автомобиле прошу это должно было стать основой машины на краях установлены колесные арки от этого простого эскиза начался долгий путь до готового чертежа от компьютерных экранов к ряду масштабных моделей до полномасштабной деревянной уайры Пагани Пагани попросил нас полностью очистить мастерскую мы вынесли наружу станки убрали чертежи он установил модель на середину зала помню что Пагани просидел много часов рассматривая машину с разных точек ему нужно было оценить форму автомобиля со всех углов лишь на модели в масштабе один к одному можно полностью воспринять формы и линии например вот эта линия которую я рассматриваю уже давно должна быть более ярко выражена на каждом этапе Дэвиде и команда дизайнеров должны были представлять себе как каждое небольшое изменение скажется на облике автомобиля и его физике аэродинамики как виртуальная аэродинамическая труба эта программа моделирует поток воздуха и подсвечивает зоны создающие сопротивление потоку и прижимную силу позднее результаты будут проверены в настоящей аэродинамической трубе в скоростном автомобиле стремятся увеличить прижимную силу и снизить сопротивление для Горацио проблема заключается в том что спорткары добиваются достаточной прижимной силы с помощью как ему кажется крайне компромиссного решения заднее антикрыло или спойлер даже зонда не исключение на высоких скоростях огромное заднее антикрыло помогает автомобилю прилипать к дороге но в своем идеальном автомобиле Горацио желает видеть лишь совершенно плавные непрерывные линии чтобы добиться этого он рвет в клочья свод правил по аэродинамике спорткаров его решение если оно будет успешным окажется достойным до Винчи как и сам автомобиль вдохновение подчеркнуто в крыле самолета Горацио создал систему из четырех независимо работающих аэродинамических закрылков и для их испытания нет места лучше чем один из самых быстрых треков на планете четыре закрылка автоматически управляются бортовым компьютером автомобиля они обеспечивают лучшее сцепление от прижимной силы лишь тогда когда это нужно можно добиться прижимной силы с помощью спойлеров и антикрыльев но проблема в том что спойлеры и крылья всегда на автомобиле активная аэродинамика Горацио устраняет необходимость идти на компромисс когда уаэры мчится по прямой закрылки остаются сложными это снижает сопротивление и увеличивает разгон а низкое сопротивление потоку воздуха позволяет развить максимальную скорость в 370 км в час но чтобы показать быстрое время круга здесь на трассе Монца не менее важно насколько поздно можно нажать на тормоз как быстро машина может затормозить как только нога Дэвиде нажимает на педаль тормоза закрылки автоматически поднимаются в точности как закрылки на крыле самолета они превращаются в аэродинамический тормоз одновременно увеличивая прижимную силу позволяя покрышкам сделать свое дело но по-настоящему система раскрывается на поворотах полностью независимо используя 4 закрылка при вхождении в поворот на большой скорости автомобиль стремится опрокинуться его вес устремляется к внешней стороне поворота и колеса внутренней стороны теряет сцепление что означает что нужно сбросить скорость или машина занесет активная аэродинамика Горацио предоставляет уникальное решение этой проблемы когда у аэра на скорости входит в поворот все 4 закрылка поднимаются чтобы обеспечить большую прижимную силу для общего сцепления но внутренние закрылки поднимаются выше противостоя стремлению автомобиля опрокинуться что не только делает маневр безопаснее но и намного быстрее если идея приживется эта инновация может изменить облик всех спорткаров следующего поколения техническое решение намного лучше чем задний спойлер при этом еще и позволяющие машине иметь чистые непрерывные линии которым так стремится Горацио это идеальный пример философии искусства и инженерии который он придерживается с детства сын аргентинского пекаря Горацио все детство мечтал о создании итальянских суперкаров в 1984 он устроился на работу в Ламборгини и переехал в Модену там он быстро стал специалистом по новому авиакосмическому чудо-материалу который только начали использовать для спорткаров со временем я подружился с углеволокном невероятно технологичным материалом вначале это казалось просто чем-то из космоса когда в 91 году Пагани открыл собственный завод это была фирма по изготовлению композитов разрабатывавшие и производившие детали для автомобилестроения композитные материалы отличаются непревзойденной удельной прочностью и универсальной применимостью для изготовления любых невероятных объектов поэтому сохранение позиций мирового эксперта по этим материалам жизненно необходимы для миссии Горацио по созданию идеального автомобиля сегодня ответственность за сохранение передовых позиций отдела композитных материалов Горацио лежит на одном из самых преданных его молодых протеже мне нравится работать с композитами потому что это прекрасный материал задача Роберто сделать композитные компоненты уайры лучшими в мире начиная с уникальной мягкой углеволоконной ткани производимой только для Пагани углеродное волокно из Японии соткано в Германии затем пропитано смолой в Италии лишь Пагани знает всю рецептуру результат уникальное углеволокно наша ткань в мастерской напоминающей ателье с лондонского Севил Роу процесс укладки ткани в формы производимой Роберто выглядит простым делом но для получения конечного результата важно внимание к деталям Продолжение следует... ... ...